Итак, ребята, сегодня на своем супермангале я намерен закоптить к пиву вот такие вот куриные гляшки и вот такие вот куриные крылышки. Перед маринадом я их предварительно связал, чтобы потом не заморачиваться. Вот видите, здесь у меня много лука, специи, но это все произвольно. Количество соли у меня 30 грамм на 1 килограмм содержимого кастрюли. То есть здесь в кастрюле у меня 7 килограммов воды и мяса. На это количество я бросил 210 грамм соли и засаливалась она у меня, мариновалась 2 дня. Для куриного мяса 2 дня, я считаю, хватит, ну более чем. Процесс превращения супермангала в коптильню вы сможете увидеть на отдельном видео. Вот здесь я вот эту ссылочку вам предоставляю. А сейчас я занимаюсь вот чем. Дело в том, что копчение, это, конечно, вкусно, это здорово, но для организма это не совсем полезно. Поэтому я вот нарезал марлечки и каждую вот такую вот гроздь закутываю в марлю. Марля возьмет на себя весь, так сказать, саму копоть, вот этот едкий дым, а на мясо пойдет такая мягкая копченость. И мой вам совет всегда перед копчением окутывайте будущее копчености марлечкой. Ребята, на улице стремительно вечереет, но у меня уже все готово. Ну и добро пожаловать в солярий. Да ну вот вы видите, коптильня в работе. Вот это и нормальное положение. Моя задача, чтобы сюда, сюда в камеру сгорания не попал воздух. Конечно же здесь щели и какая-то часть воздуха через вот эти щели, вот там, через дно мангала, туда в камеру сгорания попадает. Но этого воздуха достаточно для тления, но никак не горения. Нам горения не нужно, нам нужно медленное тление. Вот смотрите, что происходит там. Там происходит тление. И много, вот смотрите, много вот таких толстых чурок. Этого запаса дров должно хватить до утра. Все, закрываем. Нам здесь больше делать нечего. Это уже все сделано, все, до утра. Вот уже перевалило за полуночь. И я решил все-таки перед тем, как ложиться спать, посмотреть, что здесь происходит. Все нормально, функционирует получается. И сейчас посмотрим, что здесь вот. Ну и вот уже настало утро. То есть наше мясо коптится уже где-то около 12 часов. Ну и давайте смотреть, что у нас здесь получается. Дым еще продолжает выделяться. Ну вот такое вот дело. Ну и смотрим, что у нас здесь происходит в камере сгорания. Мы видим, что за 12 часов варенья дрова у нас остались практически, ну как бы целыми. Этого запаса дров еще хватит, может быть, еще на 12 часов, может, на более длительный срок. То есть расход дров небольшой. Я загасил топку и оставил мясо остывать до вечера. А сам уехал на работу. Эти снимки были сделаны уже вечером. А дальше была дегустация под холодное пиво. И поверьте, все было очень вкусно. Но это уже совсем другая история. Канал Супер Мангал это канал идей для вкусного мужского отдыха. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите отзывы, смотрите мои другие видео. Жизнь должна быть вкусной.